В сегодняшнем выпуске место встречи Иерусалим. Накануне Йом-Кипура ракеты Хизбаллы полетели в Израиль из Ливана. Также взгляд на проблемы, стоящие перед Израилем с Гордоном Робертсоном, Синди Джейкобс и Джоном Медведом. Беседы об антисемитизме, стойкости в невзгодах и перспективах светлого будущего после войны. Все это и многое другое в этом выпуске программы Место встречи Иерусалим. Вы смотрите программу Место встречи Иерусалим. Я Джули Стал. Хизбалла продолжает ежедневно запускать ракеты из Ливана по Израилю, а Цахал продолжает наносить удары по Хизбалле. Впервые за несколько недель премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху смог поговорить с президентом Байденом. Вот свежие новости. В среду Хизбалла запустила по Израилю более 220 ракет, часть из которых повредила гражданские объекты. В результате ракетного обстрела в Кирья-Джмоне погибла израильская пара, которая в это время выгуливала собак. В среду впервые за последние 50 дней премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в окружении высокопоставленных чиновников почти час говорил по телефону с президентом Байденом. Байден, как сообщается, сказал Нетаньяху, что США не хотят, чтобы Ливан превратился во вторую Газу. Но вину за эту войну Белый дом возлагает на Хизбаллу. Если посмотреть на то, что происходило в течение года, вы увидите, что это Хизбалла напала на Израиль и отвергла все предложенные пути завершения этого конфликта. Все, что мы видим, страданий, которые мы видим в Ливане, можно было бы избежать, если бы Хизбалла прекратила ракетные обстрелы Израиля. Госдепартамент отмечает, что в течение почти двух десятилетий эта террор-группировка игнорировала данное Ливаном ООН обещание разоружить террористические группировки и держаться подальше от границы Израиля. Хизбалла должна была сложить оружие и отступить за реку Литане. И за 18 лет, прошедших с момента принятия этой резолюции, они не выполнили ничего из перечисленного в ней. С 7 октября эта поддерживаемая Ираном армия террористов практически ежедневно атакует Израиль. Хизбалла выпустила по Израилю более 12 тысяч ракет, снарядов и БПЛА. На данный момент США поддерживают удары Израиля по Хизбалле, призванные ослабить ее возможности. Что касается обещанного Израилем ответа Ирану за ракетную атаку на прошлой неделе, то министр обороны Йоаф Голланд выступил с угрозой в адрес иранского режима. Наша атака будет смертоносной, точной и прежде всего неожиданной. Они не поймут, что случилось и как это произошло. В Южном Ливане Цахал показывает миру, что Хизбалла собиралась использовать множество домов на границе с Израилем в качестве стартовых площадок для массированного вторжения в Израиль. Каждый дом – это база террористов. По словам главного пресс-секретаря Цахала Радван, элитные подразделения Хизбаллы должны были нанести удары с шести мест одновременно силами четырех-шести тысяч террористов. Видите гранаты? Вот снайперские винтовки. Очень высокоточные снайперские винтовки. Они стреляют по нашим войскам и мирным жителям издалека. Цахал утверждает, что вторжение было бы более широко масштабным, чем атаки Хамаса 7 октября. Хизбалла разместила своих террористов вдоль границы через несколько дней после этих атак, ожидая приказа нанести удар. Израиль предотвратил это потенциальное вторжение, но при этом обещает нанести ответный удар по Ирану, который на прошлой неделе выпустил по нему более 180 баллистических ракет. Иран утверждает, что в ответ на каждый удар Израиля Иран ударит по десяткам израильских гражданских и военных объектов. Бапор снова оказался в новостях, на этот раз в качестве номинанта на Нобелевскую премию мира, после того, как в феврале его выдвинул один норвежский политик. По меньшей мере, девять жителей Газа, работавших на Бапор, могли принимать активное участие в жестоком нападении Хамаса на Израиль 7 октября. Комитет, определяющий лауреата Нобелевской премии мира, отказался снять кандидатуру Бапор, несмотря на протесты и возмущение тысяч людей. Критик Бапор Хилель Найер из UN Watch пришел в ярость от того, что Бапор может победить. Это было бы ужасно, это просто недопустимо. Сына, Айлет Самарана, Янатана убили 7 октября, а затем соцработник Бапор перевез его тело в газу. Айлет возмущена тем, что Бапор может получить премию мира. Мы говорим об организации, которая принимает прямое участие в убийствах, изнасилованиях и похищениях невинных людей. Номинантами на премию также были выдвинуты генсекретарь ООН, который критиковал Израиль, и Международный суд ООН. Но никто из них не получил ее. Она досталась японской организации жертв атомных бомбардировок. Пол Стрэнд, новости Сибиэн, Иерусалим. Шеф нашего бюро Крис Митчелл недавно беседовал с президентом Сибиэн Гордоном Робертсоном. Они говорили об ООН, антисемитизме в Европе и многом другом. Вот отрывок из этой беседы. Что вы думаете о нынешнем положении дел? ООН постоянно принимает антиизраильские резолюции. Кажется, что это непрерывный поток. Франция заявила, что страны мира должны отказаться от поддержки Израиля оружием. Уму непостижимо, что они занимают такую позицию. Как вы думаете, что может изменить ситуацию в международном сообществе? Не знаю, но многие люди, и я в том числе, считают, что это действительно уму непостижимо. Франция и США должны понять, что это не только битва Израиля. Израиль находится на передовой. Мы слышим это на протяжении этого года, Гордон. Это не только битва Израиля. Это битва против радикального ислама. Против сил, которые хотят уничтожить западную цивилизацию. Которые хотят уничтожить Францию. Они хотят уничтожить нас. Как они говорят, мы большой сатана, Израиль малый сатана. Но зачем отказывать в оружии и дипломатической поддержке Израилю, когда он борется за свое существование и сражается от имени западной цивилизации? Это просто уму непостижимо. Вот еще один невероятный факт, о котором я не могу умолчать. Администрация Трампа прекратила финансирование Бапор, потому что было совершенно ясно, что они поддерживают Хамас и ракетные обстрелы Израиля. В то же время был принят акт Тейлора Форса. Вы не могли поддерживать палестинскую администрацию с их выплатами мученикам, выплатами шахидам, когда в буквальном смысле вы зарабатываете пенсию, убивая евреев. Хуситы в Йемене были объявлены террористической организацией. А новая администрация в первую же неделю восстановила финансирование Бапор. Сотрудники Бапор участвовали в нападении 7 октября. Хуситы обстреливают наши суда, а наш госдепартамент не признает их терророрганизацией. Поступают сообщения о том, что наше оружие, которое было передано ливанской армии, попало к Хезболе. Все это, повторюсь, просто уму непостижимо. Ладно, международное сообщество. Но когда, наконец, наш госдепартамент и наша администрация проснутся и увидят, кто они на самом деле? Что, по вашим прогнозам, произойдет в следующем году? У Израиля сейчас есть выбор. И после того, как на него дважды напал Иран 13 октября и пару дней назад, я, как и 10 миллионов людей, провел ночь вторника в бомбоубежище. Да, вы были там во время ракетной атаки. Да, был. Чудесным образом никто не пострадал, и ущерб оказался незначительным. И это говорит о молитвенном движении и о том, что Бог защищает Израиль, как сказано в 119-м псалме. Я думаю, что Израиль собирается принять решение и идти до победы. Они годами сражаются с Хезбаллой и Хамасом, но никогда не доходили до победы. И я думаю, что они почти уцели в Газе. Есть ощущение, что они пойдут против Хезбаллы, по крайней мере, чтобы создать буферную зону от Израильской-Ливанской границы до реки Литании, как это было много-много лет назад, которую должна была обеспечивать ООН, но не обеспечила. Именно так. Они не сделали этого. Но главный вопрос, что делать с Ираном. И тут снова все уму непостижимо. США просят пропорционального ответа со стороны Израиля, после того, как его атаковали дважды. Я думаю, они ответят Ирану. Этот ответ может касаться нефти, ядерных объектов или руководства. Пока не ясно. Если Иран запустит 180 баллистических ракет по Европе, какой будет реакция Европы? Если бы они запустили их против нас, США, какой была бы наша реакция? Наш ответ должен быть таким. Давайте поддержим Израиль. Давайте молиться за Израиль. Давайте молиться за полную победу. Я повторю слова Нетаньяху, которые он говорит уже давно. Эта война может закончиться, если Хамас сдастся безоговорочно, сложит оружие и освободит всех заложников. Эта война может закончиться. Мы должны давить на Хамас, а не на Израиль. Крис, спасибо, что были с нами и поделились тем, что пережили лично. Рад был встрече, Гордон. Далее. Новое исследование показывает, в каких кампусах признают свободу слова, а в каких она находится под угрозой. Проблемы с защитой свободы слова привели к росту антисемитизма в американских кампусах. Студенты сталкиваются с фактическим запретом на выражение своего мнения об Израиле и его войне на Семи фронтах. Подробности у нашего репортера Броади Картера. Некоторые из самых престижных университетов являются одним из главных нарушителей свободы слова. Недавнее исследование показало, что война на Ближнем Востоке углубляет разногласия в кампусах и поощряет цензуру. При-при-при-Калестан! В 2023-й год стал худшим в истории по количеству демонстраций в кампусах. И с 7 октября эти демонстрации исключительно в поддержку Палестины. И это и есть настоящая цензура толпы. При-при-Калестан! Грег Лукьянов, президент Фонда защиты индивидуальных прав и самовыражение уже несколько десятилетий следит за состоянием свободы слова в кампусах, используя наиболее полное на сегодняшний день исследование, охватывающее более 250 студентов. 2024-й просто шокирует нас. Опрос, проводившийся в этом году с января по июнь, охватывал студентов. Оказывается, что лучшим учебным заведением, где поддерживается свобода слова, является Университет Вирджинии. За ним следует Мичиганский технологический университет. Я не считаю случайности, что Мичиганский технологический университет занял первое место в прошлом и второе в этом году, отчасти потому, что у них довольно равномерное распределение студентов по политвзглядам. Это создает более здоровую атмосферу. К числу худших заведений относятся Нью-Йоркский университет Колумбия и Гарвард. Когда соотношение либералов и консерваторов 9 к 1, это создает перекос. И тем более, когда в некоторых университетах есть целые факультеты, на которых нет ни одного консерватора. Это создает ужасное групповое мышление, которое не способствует здравому восприятию. Более половины опрошенных студентов назвали израильско-палестинский конфликт самой сложной темой для открытого обсуждения. Это рекордный показатель для всех вопросов с 2020 года. Война превзошла даже аборты и оружие. При этом студенты-евреи, мусульмане, агностики и атеисты отмечают значительный дискомфорт от разговора на эту тему. Во многих случаях профессора и президенты университетов боятся собственных студентов. На мой взгляд, они должны проявить храбрость. Я думаю, что многие из них просто идут на поводу у самых громких голосов в кампусе. Еще больше беспокойства вызывает то, что вопрос свободы слова становится глобальной проблемой. Да, вопрос свободы слова в мире сейчас пугает меня до смерти. Канада все еще рассматривает возможность принятия закона, согласно которому за словесное преступление можно получить вплоть до пожизненного. В Ирландии недавно был принят закон о языке ненависти. Тысячи британцев в 2015 и 2016 годах были арестованы за оскорбительные комментарии в интернете. Это плохо. Слава богу, в Америке есть первая поправка и приверженность свободе слова. Но нас ждет испытание на прочность, когда весь мир ополчится против этой самой свободы. Лукьянов считает, что университетам необходимо провести масштабные реформы и предлагает исследование свободы слова в качестве одного из способов улучшения этого вопроса. Он призывает родителей использовать его при выборе заведений, в которых будут учиться их дети. Броди Картер, Новости Сибиэн. Далее. Синди Джейкобс из Generals International со словами поддержки для Израиля. Синди Джейкобс из Generals International была с нами незадолго до теракта 7 октября в прошлом году и поделилась словом о ходатаях военной поры и о том, что время бить тревогу. Недавно она снова приехала к нам с еще одним посланием. Вот наша беседа. Синди Джейкобс, мы снова рады видеть тебя в нашей программе. Спасибо, всегда приятно вернуться в город Великого Царя. Да, это так. В прошлом году ты была с нами и говорила о том, что слово этого года – 911. Как оно исполнилось в этом году? К сожалению, слово было «Звоните 911». Террористы оказались среди вас. Также я услышала «Трубите трубой на Сионе и бейте тревогу». И это произошло. Я помню, как сказала своему мужу, «Мне никогда не было так неуютно в Иерусалиме». Мне было очень неуютно. И это было примерно за неделю до теракта 7 октября. Можно задавать много вопросов. Почему? Иногда некоторые вещи остаются загадкой. Но это было ужасно. Я чувствовала скорбь, глубокую скорбь Святого Духа. Но вторая часть слова была искупительной. Она была о том, что после этого Бог принесет великое пробуждение в Израиль. Вот это да. Я в восторге от этой части. Да, да. Народ пробудится духовно. И я думаю, что мы видим, как это происходит. Медленно, но уверенно. Я думаю, многие призывают имя Господне. Это точно. Итак, что нас ждет в этом году? Как ты думаешь, какое слово будет в этом году? Ну, в этом году Бог хочет использовать Израиль, чтобы уничтожить дух филистимлян. Филистимляне были заклятыми врагами Израиля. Если посмотреть исторически на нападения на приграничные деревни, то они похожи на то, что случилось с Давидом в Сикелаге. Библия говорит об обезглавливании и захвате пленных. Вы можете сложить эти злодеяния филистимлян в Библии и добавить к ним то, что Библия говорит о Газе. Библия много говорит о Газе. Мы видим, что Бог собирается поднять победителей. На самом деле, моя молитва за Израиль заключается в том, чтобы он не останавливался, пока не добудет свободу. Вот это да. Это чудесно. Думаю, ливанцы согласятся с тобой. Ливан был единственной христианской демократической страной на Ближнем Востоке. Я хочу сказать, что верю и пророчествую. Бог хочет, чтобы был свободный Йемен. Бог хочет, чтобы был свободный Йемен. Свободная Газа, свободный Ливан, свободный Иран и свободная Сирия. Аминь. Это может сделать только Бог. Но я хочу сказать, что мы не должны останавливаться. И всем, кто слушает, я хочу сказать, на этот раз мы не можем пойти на компромисс. Мы не можем остановиться. Нельзя надеть на Израиль наручники и сказать, вы не должны идти до конца. Так как тогда людям молиться? Молитесь об успехе для Израиля. Хорошо. Чтобы Бог помазал Израиль в это время. Древние враги восстают. Но мы знаем, что Бог дал драгоценные обетования. Поэтому мы ходатайствуем о защите для Израиля и для верующих в странах, где происходят ужасные трагедии. Мы знаем, что Дух Божий победит сегодняшних Голиафов. Бог дал помазание Давиду, чтобы тот победил Голиафа. И Бог даст помазание Давида, чтобы победить врагов. Аминь. Спасибо, Синди, за то, что ты была с нами сегодня и за эти мощные слова. Далее. Экономический удар войны по Израилю, на который он реагирует стойко. Война Израиля на семь фронтов оказала огромное давление на его экономику. Однако бизнес-аналитик Джон Мэдвэтт из Our Crowd утверждает, что несмотря на все это, Израиль не только выживает, но и процветает в некоторых отраслях. Подробности у Криса Митчелла. Борьба за выживание дается дорогой ценой. Все это стоит денег, а также влияет на некоторые сферы израильской экономики, такие как строительство, сельское хозяйство, где важную роль играли иностранные рабочие, в частности, палестинцы. Теперь их нет, возникла нехватка рабочей силы. Туризм также испытывает трудности из-за задержки рейсов. Этот сектор является одним из важнейших двигателей экономики Израиля. После ковида он процветал почти два года, пока война не ударила по туризму. Но есть и хорошие новости благодаря гению Израиля. Хорошая новость заключается в том, что основной отраслью промышленности в Израиле, как мы не раз говорили, являются высокие технологии. На долю высоких технологий приходится более половины израильского экспорта, что составляет почти 20% валового внутреннего продукта страны. Технологическая сфера по-прежнему очень сильна. У нас есть удивительные компании, которые лидируют в области кибербезопасности, искусственного интеллекта, пищевых, оборонных, облачных технологий и альтернативной энергетики. И что примечательно, в этом 2024 году, в разгар войны, инвестиции в израильскую технологическую сферу значительно выросли, примерно на 40% по сравнению со второй половиной прошлого года. Мы лидируем в мире по этому показателю. В Соединенных Штатах Америки дела идут хорошо, а в Израиле дела идут еще лучше. Медвед объясняет истоки успеха Израиля. Его корни в Библии, в пророчествах. Пророчества сбываются. Еврейский народ, коренной народ, вернулся после 2000 лет скитаний, собрав изгнанников. Он объясняет, почему эта библейская миссия движет Израилем. Мы важная страна, одна из сильнейших стран с точки зрения самозащиты. Мы лидируем во многих технологиях, помогаем лечить рак и кормим планету. Мы считаем, что наша судьба и наша миссия не просто выживать. Выживание — это очень важно. Но мы должны внести свой вклад в развитие мира. Мы должны созидать мир, исправлять ситуацию. Это называется тикун алам. Это тот же тип стойкости, который помог евреям пережить холокост. Сухие кости из пророчества языки Иля поднялись и добились успеха. Но мы сделали это не просто, чтобы выжить. Нам удалось построить прекрасную страну. Страну, в которой есть не только развлечения, отличная еда, прекрасные пляжи, но и страну, которая строит будущее, которая верит в будущее. Эта вера в будущее помогает медведу смотреть не только на текущие угрозы, но и за их пределы, на судьбу Израиля в перспективе. Мы народ, который много страдал на протяжении тысячелетий, но мы все еще здесь. Многие наши враги исчезли. О них не осталось воспоминаний. Вот вам предсказания. Такие организации, как Хамас, цель которых уничтожить еврейский народ. У меня есть для них совет. Многие пытались сделать это. Они были лучше вас. Но все они потерпели неудачу. Вы тоже потерпите неудачу. И через тысячу лет о такой организации не останется и воспоминания. Крис Митчелл, Новости Сибиен, Иерусалим. Сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Не забывайте, что вы можете следить за нами в социальных сетях и получать доступ к материалам Сибиен через приложение Сибиен. Пожалуйста, продолжайте молиться за Израиль, за возвращение всех заложников из плена, за солдат Сахала и за всех тех, кто оказался в опасности. И помните, не дремлет и не спит хранящий Израиля и нас с вами. Я Джулия Стал. До встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media организацией Weekend. «Место встречи Иерусалим» это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли. «Место встречи Иерусалим»